Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о том, какими средствами мы можем укрепить свои немощи в земной жизни для преодоления скорбей и трудностей, которые выпадают на нашем жизненном пути. Очень многие люди приходят сегодня в храм с просьбой помочь, узнать, кому поставить свечу, чтобы жить легче стало, потому что много всеразличных скорбей. И вот сегодня мне хотелось бы привести вам пример одного святого, праведного Иоанна Русского, который явит нам своей жизнью, а о ней мы сегодня и поговорим, удивительный пример терпения, причем всех скорбей, которые бы не выпадали на его жизненном пути. Совсем недавно в нашем епархиальном управлении состоялось необычное событие. Нас пригласили туда настоятелей семи храмов, и по благословению нашего митрополита Владыки Исидора, один из благотворителей по имени Геннадий вручил храмам, семи храмам Кубани, икону Иоанна Русского, прекрасный аналой и золоченый подсвечник. И причем для каждого храма икону, аналой и золоченый подсвечник. И перед вручением раб Божий Геннадий, так зовут этого благотворителя, рассказал о том, что когда он был на острове Эфбея, это остров в Греции, где хранится ракос, мощами, нетленными мощами Иоанна Русского, что во время молитвы у этого святого внутренний голос ему подсказал привезти иконы, образ Иоанна Русского в Россию и раздать храмам. И он его исполнил самолетом, транспортной компанией, привез в Краснодар и раздал во все храмы, семь по числу, которые он задумал, и пообещал. Эти иконы, прекрасно выполненные иконы, я хочу сказать, достаточно дорогие, в плане святости, в первую очередь, и сказал, завершая, что вот в следующий раз, когда я поеду, а он собирается снова вернуться и помолиться у этого святого вновь, я скажу о том, что я выполнил твое благословение, Иоанн. Я раздал в России, семи храмам на Кубани, эти иконы. Эту икону храним теперь и мы в нашем рождественском храме, и поэтому мне хотелось бы особенно в день его памяти, а сегодня память святого праведного Иоанна Русского, немножко о нем рассказать. Он жил в XVII веке, служил в армии Петра I, воспитан, был в Малороссии, и, как мы понимаем, потому и называется он русским, но мощь его находится в Греции. После того, когда вместе с Петром они участвовали в русско-турецкой войне, где сам Петр чуть было не погиб, было взято очень много в плен наших русских солдат. Турки увели их в рабство, перепродавали, отправляли в различные страны, и вот среди таковых был один праведный воин Иоанн. Он попал в руки одного управляющего турецкими конюшнями по имени Агге и был брошен в рабство, с ним очень непочтительно, естественно, как с рабом обращались, бросили в конюшню, среди навоза, среди соломы, среди животных, лошадей, он жил. Но вот что отличает этого праведника. Он жил и молился Богу, и все, что не происходило в его жизни, он возлагал на промысел Божий и никогда не роптал. Он никогда не похулил Бога. Он всегда благодарил Бога за все, за всякую скорбь, за всякое испытание. Вот представьте, 19 лет он работает на конюшне. Но как? Он настолько добросовестен в исполнении своих возложенных на него обязанностей, что в сравнении с другими рабами он явно отличался качеством выполнения порученных рабских работ. На что обратил внимание его сначала управляющий, потом это дошло до самого начальника этих турецких конюшен. И самое главное, что его пытались склонить в ислам и всячески угрожали, унижали, но кто-то даже принимал, кто-то даже малодушевствовал. Но он, будучи воспитан в христианском духе, был готов оставаться рабом человеческим, но рабом Божиим. Потому что если ты раб Христов, то больше ничей. И вот работая к Господу со страхом и радуясь Ему с трепетом, он выполнял все, что Ему поручали, но не отрекался от Христа и молился воскресшему Спасителю. Ему угрожала смерть. Но он не боялся смерти, помнимая, что лучше смерть со Христом, чем жизнь без Христа. Даже в хлеву, среди скота, можно жить и молиться. Жизнеописание этого святого говорит о том, что когда он работал и спал среди лошадей, среди скота, он даже радовался, благодарил Господа и вспоминал, как сам Христос родился в хлеву, как сам родился среди барашек, среди загона скота, куда приводили тельцов, быков, прятались от дождя. Вот и он говорит, я под крышей, среди навоза, среди скота, Господи, ты пришел в этот мир и не погнушался этого места. И я уподобился такой радости, и вот с такой радостью и вдохновением он трудился, что производил впечатление на всех своих рабовладельцев. Узнав от добродетелей такого раба, они разрешили ему даже жить в рядом находящемся домике, потому что уж больно добропорядочный какой-то раб. Но он отказался. Он так и продолжал жить среди животных и ухаживать за ними с любовью. Животные платили ему тем же. Они радовались, когда он был рядом. Они кивали своими головами. Он гладил их, он прижимал к своей груди, молился за них. Вообще был добродетельнейшим человеком и не скорбел. И вот как-то однажды хозяин решил совершить паломничество в Мекку. Он отправился, а его родные и близкие решили через какой-то промежуток времени совершить определенный ужин. И супруга этого правителя, Агэ, сказала, как было бы хорошо, если бы наш хозяин, наш муж, сейчас находясь в паломничестве, отведал бы такого плова вкусного, который едим мы. И она поручает своему рабу, Иоанну, сделать такой плов, чтобы еще раз угостить гостей. И таким образом утешить далеко находящегося супруга. Что делает Иоанн? Иоанн приготовил плов и помолился воскресшему Христу, чтобы этот плов был перенесен его господину. И, о чудо, блюдо медное исчезает. А Иоанн русский говорит, пусть будет ему утешение. А в это время находящийся в Мекке Агэ возвращается в дом, в котором он остановился, открывает своим ключом комнату и видит на столе на блюде замечательный свежий плов. Кто бы мог его принести? Не поверив своим глазам, он попробовал хороший плов, съел его и когда доел, увидел, что, оказывается, блюдо, на котором он был ему предоставлен, наименован его инициалами. А они в своей семье помечали именную посуду. Съел, удивившись, но блюдо решил взять с собой. И вот когда он вернулся домой с этим блюдом и рассказал о чуде, которое произошло, то те, которые устраивали тот ужин, рассказали ему, что когда они поручили испечь такой же плов для утешения гостей, Иоанн Русский сказал о том, что он отправил плов господину, они не поверили и сразу, посмеявшись еще, сказали о том, что ты сам его съел. Но когда хозяин привез блюдо, вы представляете, как почитание этого святого Иоанна Русского возросло среди мусульман. И мусульмане стали обращаться к нему за молитвами. И по его молитвам исцелялись больные, получали прозрения слепые и прокаженные. Этот святой, живший в хлеву с животными, был великим угодником Божьим. А когда он приставился ко Господу, он был прославлен не только христианами, греками, армянами, но и мусульманами. Ему молятся мусульмане, святому Иоанну Русскому молятся мусульмане, чтобы он избавил от многих болезней и от многих напастей их семьи. Я рассказал это для того, дорогие братья и сестры, чтобы каждый из нас всегда хранил свою веру. И в каких бы ситуациях мы не оказывались, а тем более в тех, которых мы пребываем, уж никогда не считали это скорбями. Разве у нас нет хлеба? Разве у нас нет крова? Разве у нас нет глаз, рук, ног? Разве не бьется в груди наше сердце? Никогда не будем роптать, ибо есть очень много людей, у которых нет зрения, у которых нет рук, нет ног, нет возможности передвигаться. Вот им тяжело. Поэтому давайте подумаем о тех, кому тяжелее, чем нам. И в завершение мне хотелось бы напомнить и дать вам один совет. Чтобы сохранить душевный мир, святые отцы советуют нам первое, никогда не скорбеть о прошлом, второе, никогда не тревожиться о будущем, и третье, быть всегда благодарным за настоящее. И так, чтобы не скорбеть, не вспоминайте, что было, оно прошло. Не бойтесь и не страшитесь того, что впереди, все по промыслу Божьему. Научитесь благодарить Бога за самую малость, за хлеб, за воду, за возможность видеть, слышать и находиться среди любящих и любимых людей. И вот когда эта благодарность будет жить в нашем сердце, тогда никакие испытания, никакие скорби не смогут одолеть нас. Храни вас, Господь, по молитвам святого праведного Иоанна Русского. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин